А сейчас новости короткой строкой. Как сообщает Тверской информационный канал Панорама ТВ, входящий в медиахолдинг Тверской проспект, западные санкции выявили наиболее проблемные точки в отечественной экономике. Пожалуй, наиболее болезненно они сказались на отрасли IT. Чтобы устранить пробелы в этой сфере, в 2022 году правительство Российской Федерации выделит 21,5 миллиард рублей на меры ее поддержки. Также около 14 миллиардов рублей пойдут на увеличение размера грантов, предоставляемых на реализацию проекта. Часть средств пойдет на ставки по кредитам для компаний, работающих в сфере цифровых технологий. Она не должна превышать 3%. Предполагается, что это позволит обеспечить льготы для реализации как минимум 75 проектов по цифровой трансформации. А процентная ставка по кредитам и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, взятая в 2020-2022 годах, будет снижена до 5%. На эту цель будет потрачено около 1,5 миллиардов рублей, что позволит улучшить жилищные условия 10 тысяч граждан. Еще об одном процессе в сфере экономики и торговли, который тоже актуализировался из-за санкций. Это касается практически каждого из нас. Минпромторг России выступил с предложением сократить расходы на ленту для касс путем разрешения не выдавать чеки после каждой покупки, так как кассовая лента подорожала. Заменной могут стать электронные аналоги чеков, передаваемые через СМС-сообщение. Такое решение позволит сэкономить в сфере розничной торговли приблизительно 30 миллиардов рублей в год. При этом в случае необходимости покупатели могут потребовать у продавца выдать им чек индивидуально. Кроме того, как известно, вернуть некачественный товар российское законодательство позволяет и без чека. Так что, как говорится, не пропадем.